так народ привет сегодня пятница 2 июня у нас сегодня отчетный неотчетный а просто шоу для родителей у нелли на гимнастике показательные будут выступления и сегодня улюбленного друга и джей день рождения тебе на деньги нужно есть все деньги у тебя деньги ой смотрите у нас поздравляют наших выпускников короче вот видите это поздравляют ребят которые заканчивают в этом году школу одиннадцатый класс 12 а местные бархуты где прям каждого по имени а пишут на большинство немного а так вот народ а у левкиного друга и джей сегодня рождение везу его сначала люфку завезем раньше должны были мы выехать нелли сладкова до 10 минут а вот я сейчас очень данные или завезем потом леву завезу потом домой за эдиком и и 630 нам нужно быть нелли гимнастики а так вот хочу хотели сказать новость короче был какой-то а ты помнишь это при и джей была история ну вот этого чувака когда арестовали и заезжая школа он уже учился или это какая-то старая история короче учитель который там что-то чё-то чё-то писал или мы не знаем чё ну в общем за какой-то секс абьюз домогательство или чё да и мы не знаем у нас тоже была такая ситуация ну я рассказывала с учителем испанского да и он показал он делал картинки группчат с студентами и показывал свой член да ты чё да и вот ну я не знаю чё с эйджем это фильм короче у него школа да 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 не трогал эти да да в общем да какой-то тоже какой-то учитель был и он чё-то там дело непристойное его посадили и убили походу последний звонок праздную потому что молодежи до фига мы приехали народу на русалку сегодня по моему только начинается с нами катя с нами нелли с нами полина а тут прям вот бегает не видно что школьники молодежь думаешь не школьники дошкольники прям подростки в баре нет а вообще много это сама людей с детьми идут все на русалочку идут народу много но мы заранее билеты купили онлайн вот так вот ну как много да не очень-то много находят ходили в ресторан барселона смери испанский ресторан тапас тапас такие короче заказываешь много вот таких вот маленьких на стол и шериш это такая испанская тема маленькие да маленькие блюда короче много закусок по сути и ну там есть можно заказать наш большую такую сковороду там испанского ковтариса ладно и я там пробовал сангрию то же самое что из лидов сангрия с грейпфрутом то же самое я с утра вылила бутылку кувшин нарезала два грейпфрута время 1 час ночи мы приехали из кинотеатра почти три часа гребаной русалки я ей я ее почти что была готова отстаивать даже на что я вообще надеялась как можно было эту эту сказку дурацкую высосать из пальца ну мы надеялись на какое-то что-то новое вот это новая русалочка что-то современное современным взглядом какой-то прогресс нет даже без этого окей даже без этого пускай там старая классическая сказка где девушка меняет себя вдоль и поперек ради малознакомого мужчина окей окей по старая сказка классика так чего я не ожидала от себя претензии к русалочке да не только к ней к нему тоже слушайте ну вообще игра актерская на уровне какой-то хайский я люблю тебя он может любить меня он да она любит тебя да я люблю тебя вот это вот это объятие в конце да и вот показа как пальцы впиваются а на глазки прикрывает а как она сказала папе когда его обнимала я люблю тебя у нее верхняя губа аж сковалась ну во первых какой-то сценарий мне показалось может что она бы отыграла бы но у нее не было слов даже когда она пол фильма такая молчаливая а вторую половину фильма у него очень голоса нет блин ну там реально буквально после того как она получает голос ну не что там блин и даже помнишь что-то ей сказала а я вам такая королева и там королева говорит типа это beginning типа наши два мира объединяются это начало типа нового чё-то она такая yes the beginning ну да да как отвратительно могла бы вам помолчать нет это опять же не как трисе претензия это претензия к ну сценаристам к режиссёрам ну что режиссёр мужчина да нет дело не в этом господи мужчина много прекрасных фильмов снимает и пишет сценарии ну короче вообще мне не понравилось я половину фильмы проспала та которая медуза я не знала как зовут но она снималась хорошим сериале смешном майк молли медуза нормально я ее кстати да да и даже девушка в которой она превратилась она тоже какие-то эмоции хоть выдавала но русалка и жених и мужик ей не да да милиса лакард нехорошая была она мне понравилась не 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 вообще не понравился конец кринжовый невозможно вот это вот вот это вот прощание значит и направление они и батя тоже что-то в конце водки он такой появился да и там батя такой вообще это какой-то такой момент типа когда он типа кого-то мужчинёк ее увидел типа все должны были подумать папа а я вообще там непонятно появился бы там да не да он был такой под водой это красиво не обрадала такая волосы а тут как бы ну ну это же сказка но ее просто сделайте у тебя блин он он посейдон владыка милиса макарна выходила из воды огромная повелительница нам не понравилось нет на весь день она красивая очень интересно она очень подходит на внешне на она вот у нее такой разрез глаз у нее глазки маленькие какие-то брови как будто не так что ну короче что-то в ней рыбья необычная необычная мне не хватало узнаешь в но от нее не хватало никаких эмоций у нее лицо ничего не выдает мне не хватало какой-то пластики вот она деревянная была вот начале фильма вот вы вспомните это я плохо помню мультик русалочка но там как-то так все живенько вот это вот когда песню пел этот краб анда да си да вот какие-то вот не хватало плавности каких-то красивых рук пластики тела каких-то эмоций какого-то движения она абсолютно деревянная мужик ей не тоже как тебе понравилось смотри у меня страйзинг на губе появляется готова девочки вам понравился фильм девочкам понравился но я полфильма спала они полфильма я смотрела все ну полина не смотрела мультик да а я честно говоря вообще забыла чем там дело кончится ну и как бы да вот тут получается в конце короче батя мог ей ноги подарить без всяких заморочек очередная змея ты такая большая но черная а у нас птицы с ума сошли и сама заползла птицы орут она скворечник полезла а птицы на нас ругаются и там ребенок где-то носится а что ты думаешь она достала его ух ты какая огромная ух ты какая огромная да в лес пойдешь жить она тоже испугалась да она никуда не убегал дайте сфотку в мире животных давай щас добавить ну не мучай животное птицы птицы налетают тяжелый сколько весит ну серьезно кто-то попался ой не она легкая ну не знаю такая мясистая выглядит выпускает выпускай каталась змею на машине вывезла в лес сейчас мы ее упорим ой иди гремучная не все же по скворечникам яйца собирать иди перевернулась такой животик серенький так как такая же самая доброе утро народ ну или не говори ничего мы ее просто уберем как бы чтобы она не боялась находиться в этом строительстве короче второй день подряд еще одна змея иди сюда иди осторожно осторожно ну все я пошла за банкой я говорю надо чем-то сыпать а если говорит нужно бушки им рубить а то говорят они возвращаются походу не ну вчера намного больше была змея а вот до этого была такая тоже ну пошли гулять в лес ну ты крыса а что вам надо терроризирует тут птичек так ну что третью змею за сезон и вторую за два дня выпускаем сейчас она не в ту сторону как поползет ой это точно наша змея которую мы сегодня выпустили и что ты здесь лежишь у тебя мало проблем сегодня было давай 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 надо погреться вышло сегодня прохладно ну что я возьму змею первый раз живую ну пусть нам дорогу греться давай в кусты еле шевелится это она мы ее как раз вот здесь вот и выпустили с папой вот пошла в лес так змейки наши допрыгались нам они надоели пришла в магазин ну вот есть такая вот штука она надевается сюда шланг с водой как бы разбрызгивается не доверяя почему-то таким штукам вот такие вот есть гранулы полтора килограмма что ли а 4 лб по 4 паунда и вот эти вот гранулы тоже 23 ну здесь два раза меньше хотя если это покрывает тысячу скверфит то сколько это покрывает ну неважно короче и возьму вот это вот вообще много кого-то видите проблемы с оленями и зайчиками видать у кого есть помидоры и яблоки у кого огороды белки да те еще вредители зайчики я бы не сказала ну как бы у нас много зайцев ну не могу сказать что они нас достают смотрите какой мужчина женщина я женат женщина дистанцию держите да дай потрогаю хоть только потрогаю чё ты да чё ты как маленький господи может кому-то будет интересно я в таких магазинах еще не снимала это большой магазин он строительный там здесь доски можно купить этих сегодня вчера ездил там доски покупал ну такой хозяйственный вот отравы для всяких для сада огороды для стройки все смесят там кирпичи все здесь можно купить а вот даже видите дерево инжира какие приятные листья так что спрашиваете сколько стоит розы розы тут вообще неблагодарное дело выращивать потому что их все едят куда я знаю сколько стоит розы двадцать шесть долларов все едят розы вот герань есть хотите герань за шесть долларов даже цветущая вот семьдесят четыре какое-то дорогое растение цветущая цветет как вы поняли как то как сирень листики бархатные эдик хочет взять очередную елку я против ну хочет мужик развлекаться пускай самую убогенькую мне нравится то что он двухствольный жадность жадность нет раскиристость прагматизм а чё у нас такие разве то то нет у нас другие это кипарист это не ту извините а это вообще почти три ствола берем зачем платить 20 так что вам еще показать вот жесткалист который всегда зеленый шестьдесят долларов а еще сейчас там продаются лимоны и лаймы но они держат температуру вот у нас в южной Каролине я знаю там уже ближе к берегу короче там можно выращивать цитрусовые а здесь ну минус один держит температуру сейчас посмотрела как бы если заморачиваться укрывать то можно вот минус один так пожалуйста лаймы сколько стоит лайм а 30 долларов лаймы и вон лимончики ну что проснулась на камере посмотрела коты приходили гнездо разбили все нету а вот разбитые яички разбитые? угу гнездышка вон яички валяются маленькие угу нет тут им счастье не будет деревьях надо высоко делать чует прям он с одной стороны подошел с другой стороны эдик предлагал повыше сделать я говорю блин а вдруг бросит вон там еще какое-то гнездо вон вон хозяйничают мой кошки тут тебе вообще все равно спишь блин сны видишь просто где гнездо это Продолжение следует... Продолжение следует... ...в гнездышко и поставить его на дерево. Вот он, малыш сидит, а эта мать сверху орёт. Орёл! Ты такой орёл! Боже! Хочешь попробовать новый дом? Да ладно ты! Давай-давай, птица заорала. Давай-давай, иди-ка. Не кричи, не кричи. Пробуем. Уходим. Ну, по идее, должны родители сообразить. Если птенец сейчас дура не выпрыгнет из гнезда, из этого... Попробуй отойти. Ну, в общем, ладно, будет какая-то развязка, я вам народ сообщу. А если что, влог пока. Я там куча видео накопилась. Нужно всё доделать. Все эти истории, то птицы, то змеи, то кошки. Птичий двор. Ладно, народ, пока. Пис out.